Дружко, коровай, крае! Дружко, коровай, крае! Дружко, коровай, крае! Я родилась в городе Магнитогорске, Челябинской области, в семье очень известного в городе такого ученого, металлурга, инженера. Папа закончил металлургический институт в Магнитогорске и всю жизнь работал на металлургическом комбинате. Возглавлял именно прокатную отрасль комбината металлургического. В общем, я очень люблю этот город мой родной. И я с детских лет получала музыкальное образование, где-то лет в пять. У меня старший брат и сестра учились музыке тоже в школе музыкальной. А у меня, значит, с пяти лет уже ко мне ходила учительница, потом я музыкальную школу закончила. Училище музыкальное замечательное в городе Магнитогорске имени Глинки. Это училище. И вот сейчас это училище уже носит статус консерватории. Вот такой был очень развитый в культурном отношении город, город металлургов. И я очень горда тем, что вот именно там училась. И после Магнитогорского музыкального училища я приехала в Казань. В Казань это была мечта всей нашей семьи, чтобы приехать в Казань учиться музыке в нашем таком национальном центре. И я поступила в консерваторию в 64-м году, в 69-м году закончила факультет хоровое дирижирование. После окончания консерватории я работала в музыкальном училище в Казанском. Преподавала, да. У меня было очень много различных коллективов, в различных дворцах, кругом. В общем, я была очень востребованным в то время дирижером, хоровиком. И вот неожиданно совершенно, вот на второй год моей работы, в 71-м году, директор музыкального училища меня пригласил к себе, Игорь Тлимгалеймин. В общем, Министерство культуры просит направить вас временно, просто в порядке такой помощи, на гастроли к государственному ансамблю песни и танца Республики Татарстан, который сейчас находится на гастролях, значит, в поездке. Но у них заболел художественный руководитель, тогда был композитор Рашид Губайдулин под руком. А Хармессер уволился, вот, и поэтому вот остался коллектив без музыкального руководителя, можно сказать. Просто вот как-то выручить их. Я с удовольствием, конечно, откликнулась, вот, и вылетела в город Свердловск. И в Свердловске, значит, там пересела на пригородный поезд, попала в город Нижний Тагил, где меня уже встречал директор этого ансамбля песни и танца, и говорит, «Лима Галимовна, я вас поведу в тупик». Я вообще, конечно, была страшно поражена этим словом. Оказывается, тогда, ну, вообще, все творческие коллективы Советского Союза, и оркестры, и многие ансамбли песни и танца, именно гастролировали, живя в вагонах. Такие купейные вагоны или плацкартные разные бывали. Вот два вагона, люди там живут, в своих купе, значит, когда приезжают в какой-то определенный город, где у них там концерты или спектакли, их отцепляют от основного состава, и располагают эти вагоны в тупике. Тупик называлось это место. Подсоединяли их к воде, к электричеству, и вот там сколько дней, там дня три-четыре идут эти концерты. КОНЕЦ 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 Ты еще раз думаешь, когда тебя приглашают в этот ансамбль, который, значит, там Зулиха Ахметова, там Ключеров. Вот отец, вот эти все фамилии, для него это было, понимаете, он жил вот этим делом. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дороги наши все программы. Дима Торзок 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 когда человек прощает все обиды своим близким, друзьям и очищается морально, физически в этот месяц Рамазан. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 что вот ребенок знал ее, знал этот язык, знал эти традиции. Понимаете, это важно. И вот эта культура, наше искусство, наше выступление, они должны были пробуждать это чувство гордости у народа. Гордости за свою культуру, за своих артистов, которые так поют, за своих музыкантов, за своих танцоров, за свое... То, что веками к нам пришло. Ведь понимаете, что такое народная культура? Это то, что какой-то конкретный человек когда-то создал несколько веков тому назад. Но это было настолько гениально, что оно перешло от одного исполнителя к другому, потом через поколение еще кому-то. И вот через поколение сохраняются всегда только настоящие перлы, настоящее вот это дорогостоящее искусство. Что-то дешевое всегда отсеивается, ненужное. И вот когда через это сито веков много большого времени приходит нам вот это вот дорогое искусство народное, мы должны к нему очень бережно относиться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok